Вайли, привет! А, ты? Чё тебе надо? Ты не видишь, я грущу. У меня совсем нет идей для видео. Что, совсем? Ну понимаешь, я в последнее время снимаю только бэккорс, и они только просмотры набирают. Короче, чё хотел? А, ну ладно, я хотел показать тебе новый аддон. Смотри, это зомби из Half-Life. Тогда, если у тебя нет идей, кстати, почему бы тебе не снять обзор аддонов на то, что я тебе предложил? Ведь этого так давно не было, так давно не было, так давно не было. Ну что ж, всем здравствуйте, с вами Валя, и сегодня мы будем обозревать аддоны для Гаррис Мод. Вы под прошлой серией набрали целых 16 лайков. А ведь ты прав. Возможно, я действительно что-то этим изменил. За работу. Это, наконец, произошло. Третья часть обзора аддонов. Сейчас вы её видите на моём канале. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайли. И сегодня у нас видео вот такого формата. Мне почему-то пришло в голову это снять. Даже не знаю почему. Тем более, вот на такой вот красивой карте. Называется она Free Space 13 Nочь. Я её оставлю в описании. Так же, как все аддоны. Давайте сразу перейдём к ним. Собственно, вот такое энергичное у нас начало. Но, чтобы вам было, наверное, всё хорошо видно, я поставлю лампу. И освечу ей вот это центральное поле. О, красота! Ну что ж, сегодня у нас несколько аддонов. В частности, связаны некоторые с зомби, некоторые с какими-то фичами, а некоторые с оружием. Итак, давайте начинать. Первый аддон у нас Lettle Necrotic Reanimated. Вроде бы так считается. Он добавляет, в частности, зомби из Half-Life. Сейчас я вам покажу. Вот он. Его недавно обновили, либо я скачал какую-то более новую версию. Здесь есть зомби, такие переделанные под гражданских, под комбайнов, под главных персонажей. Вот, как видите, Алекс, Моссман, Одесса, Кэббедж и... Джимен. Давайте же все посмотрим. Вот так вот они будут выглядеть. Это, допустим, инфицированная женщина, которая ползёт. Тут они вроде как рандомно поставлены. Далее у нас идёт мужчина. Аааа, он выпрыгивает, да. Вот в футболочке Нирвана он вот так вот за мной будет бежать. Здесь, получается, есть три вида зомби. Это ходячие, ползучие и бежащие. Давайте посмотрим на зомби-метрокопа. Ага, они ещё и разные. Смотрите, это элитный метрокоп. Также тут есть прикол, если тебя начнут кусать, либо же как-то заражать. Оп-оп. Оп. Давай, бей меня. Бум. Всё, то я превращаюсь, смотрите, в зомби тоже. Я могу сейчас встать. Правда, как это сделать? Для управления проверьте настройки контроллера. А. Как это сделать? Я могу встать. Ну же, вставай. О, вот я встаю. Отлично. Я могу ходить, я могу, собственно, кусать, я могу, что ещё могу делать? Я могу бить, наверное. Как-то так. Давайте, наверное, умрём. Я пропишу килл в консоли. И перейдём дальше. Смотрите на зомби. Ой. Смотрите, даже я остаюсь. Давайте меня удалим как-нибудь. Как это сделать? Нет, сейчас он съест. Нет, всё в порядке. На эту зону лампу поставим. Пап, вот так вот. Начнём. Я до сих пор кашляю, кстати. Не в смысле я, а мой игровой персонаж. Далее у нас идёт труп. Это модель трупа, которая была во второй колфе. Что-то он... Нет, он всё-таки собирается меня догонять. Далее идёт быстрый зомби. О, ой, он реально быстрый. Фига себе. Вот это да. Ой, меня снова заразили, чёрт возьми. Далее хэдкраб. О, господи. О, что это такое? Окей. Собственно, тут есть дальше спавнеры зомби. Допустим, он трандом инфектед. Они будут потихонечку спавниться. Также есть зомби мэкспавнеры, это по всей карте. Зомбайн есть, смотрите, даже какие-то новые. Это они... Опа. Давайте на них посмотрим, это вот такие вот в броне. Я не знаю, откуда это. Ну ладно, давайте же перейдём к следующему аддону. Следующий аддон это The Zombies. Я вообще не знаю про что, ну, понятно, есть название, что про зомби, но кроме этого каких-то свойств о нём я не знаю, кстати. Давайте посмотрим. Ну, это просто тоже зомби из Half-Life, я так понимаю. Ух ты, он с пистолетом? Блин, причём метким, метким довольно. Beheaded, это типа обезглавленный. Есть вот такой вот зомби гражданский, но он не сравнится, конечно, с моделью из Lettel не кротик, да, или не ротик, не знаю. Но всё же. Гранаты кидает. Нифига. Выживший тут есть даже. У него в руках, смотрите, невидимая модель лома, но правда отображается только тень. Видим, немножечко сломанный. Ревененд баунсер какой-то есть. Зомби в шкафу, я так понимаю. Ну, в принципе, ладно. А если я подойду к нему, он вылезет, да? Нет, он будет меня как-то кусать через шкаф. Что ж, хорошо. Небольшой такой тоже прикольный аддон. Есть даже какой-то Preserve. Ну, его можно, наверное, использовать для каких-нибудь машин, я не знаю. Но, в принципе, он для этого тоже идеально подходит. Давайте дальше посмотрим еще кое-что из разряда зомби, на этот раз каноничных. Это Sleeping Enemies. Добавляет спящих, как во второй Half-Life зомби. Есть обычный. Оп, вот он спит. Мы можем его вот так осмотреть. Но, если мы к нему подойдем, он, понятное дело, встанет и начнет идти на нас. Он какими-то свойствами не обладает, просто нас будет бить. Так же его можно и самого убить. Ну, это уже по собственному желанию. Есть другой спящий зомби, который будет лежать на полу. Есть быстрый спящий зомби. Вот, кстати, один из них меня напугал в видео про второй эпизод. Вот так вот он встал и начал гнаться за мной. Тут так же, смотрите, не только зомби, но и, допустим, Страш Муравьиных Львов вылезает. Вот, прикиньте, Valve сделали анимацию только для одного момента, когда мы к Лагиру вартигонтов подходим. Есть анимация Муравьиных Львов, как не вылезают. Есть так же Хэткраб анимация. Он когда в кусок взрывается и начинает прыгать на нас. Есть какой-то Running Zombie, это бегущий зомби. Он без Хэткраба. Вот он у нас будет бежать и немного даже левитировать по земле. Прикольно. В общем, тоже хороший аддон. Я думаю, для каких-то карт, не знаю, если вы будете таких делать в Гаррис моде, и лично я этой фигнёй занимался, то, в принципе, он идеально подойдёт. Дамы и господа, давайте дальше перейдём к оружейному аддону, который я не удаляю уже, наверное, какой месяц. Это, собственно, CS Online Weapons. Я в нём говорил про топ-5 аддонов на оружие для Гаррис Мод, я его поставил на второе место. И, знаете, он этого действительно заслуживает, потому что, когда я в первый раз его скачал, я просто был в шоке. Столько количества орудий запихнуть в 4 аддона, он тут на 4 части разделён, это надо, знаете, постараться, причём всё это перенести так аккуратно, и все фишки сохранить, допустим. Вот есть несколько категорий. Это какое-то специальное вооружение, пулемёты, значит, орудия ближнего боя, пистолеты, это автоматы, это пистолет-пулемёты, дробовики и снайперские винтовки. Давайте начнём с чего-то более мелкого и пойдём по возрастанию. Есть здесь очень много оружий ближнего боя, такие как, типа, вот такие вот ножи, всякие серпы, мечи, но мне, конечно, попадается в глаза вот это. Будем, наверное, на врагах каких-то их использовать. Кстати, вот, у меня есть ещё один адон, называется комбайн спартан. Такие вот такие комбайны, я вот тоже в данный момент такой же скин ношу. И знаете, убивает он как бы нормально. Опа! То есть, такой двойной меч, если не ошибаюсь, это называется дайсё. Также есть вот такой вот заострённый нож, волнистый. Ну, он вроде как никакими свойствами не обладает, только вот может убить. Есть вообще супер большой какой-то меч. Оп! Оп! Опа! Тоже, наверное, какой-нибудь прикольный. Я вообще, кстати, редко играю в этот в CS Online. Я помню, год назад зашёл, поиграл. Вроде как, это просто CS-ка, но про зомби. Про зомби-режим от китайцев. Есть нож-бабочка. Называется почувствую себя шпионом из командной крепости. Брум! Можно трикстабы делать. Ладно, пойдёмте к пистолетам. Здесь также их огромное количество, есть даже какие-то космические, двойные. Но мы начнём с, так скажем, классики. Или, не знаю, для кого-нибудь это не классика, а на кондор. Это револьвер. Как он будет возводиться каждый раз? Вроде этот процесс так называется. Есть некий барлок. Ну, судя по, знаете, по выстрелам мощный. Есть также некоторые фишки оружия на правую кнопку. Вот этот лично превращается в дробовик одновыстрельный. Далее есть Кроу-1. Это автоматический пистолет. Вот такой вот он футуристичный и с большим барабанным магазином. Есть дарт-пистол, это игрушечный пистолет, но при этом, знаете, бьёт он по-настоящему. Давайте не знаю, хоть краба заспавним. Бич. Как-то так. Далее у нас идёт, собственно, двойные пистолеты. Вот такие вот. Ага, они попеременно будут, так скажем, оба, ими можно бить. Хотел сказать, побеременно будут стрелять, но мне хочется, чтобы они сразу били. Что это? Двойные тактические ножи. Почему-то это относится к пистолетам. Я не знаю, почему, но тут внизу ещё много интересного. Например, Shooting Star. Вот такая вот хлопушечка, тире гранатомёт. Да, конечно, знаете, кто разрабатывал эту игру, реально заморотился. Далее, пистолет-пулемёты. Давайте здесь тоже быстренько пробежимся, как по остальным. А здесь, например, МП-7 Единорог, который реально имеет текстуру Единорога. Есть Brick Peace. Это лего-машинка. При этом у неё есть на заднем, на кузове есть эта система ПВО, которую управляют человечки. И, собственно, ей также можно бить. Да уж. Есть золотая МП-5. Можно сказать, на языке Тейферов МП-5 из Австралии. Ха-ха-ха-ха-ха. Есть двойные УЗИ. Вот они уже стреляют каждый. Я забыл, что хотел сказать. Автоматы. Самое интересное. Есть вот такой кибер просто футуристический автомат на К-47. Как уже на К-47 не издеваются в этом моде, я вас уверяю. У него столько вариаций. Есть даже вот такой вот. Вот что это, скажите мне? Вот как это, вот как это назвать? Есть скрипка. Я так понял, мы будем убивать противников фальшивыми нотами. Давайте это сделаем. Обалдеть. Меня обнимает эта музыка в конце. Оно самопроизвольно кстати может играть. Я пока оружие выбирал. Оно может так делать. Так, вот еще есть. Рядом с ним есть гитара М. Что это? АР-1. Такой вот соло на ней можно дробовики. Здесь также их огромное количество. Есть баррица. Этот двуствольный. И вот смотрите самозарядный. Вот так оп. Откуда-то там берутся патроны и они заряжаются. Есть квад-баррел. Это четырех выстрельный ружье. Вроде так. Тоже прикольно. Есть некая рейл-канон. Это типа такой бластер. Он кстати автоматически обратите внимание. То есть не надо дергать эту фигню. Есть волшебная палочка. Не знаю почему она опять же к дробовикам относится. Логичнее наверное было бы ее поставить куда-нибудь сюда. Потому что здесь все остальное хранится. Ну да ладно. Тут также есть винчестер. Называется отец Григорий Здравствуйте. Давайте кстати спародируем отца Григория. Поставим вот так множество хедкрабов. Зомби будем живи брат наконец-то мы встретились. Ой кто меня кусает. Ой перезарядка быстрей Санта перезаряжай на меня сейчас оседлают и все. Мозгососы где? Все? О смотрите побежал. Давайте его вот так вступим. Вроде бы все. Вот в таком поле брони давайте перейдем дальше. Далее у нас идет снайперские винтовки всякие разные. Вообще даже у меня глаза разбегаются я даже не знаю куда нажать сюда. М95 также можно прицеливаться по-моему некоторых есть скины. Если я сейчас найду снайперскую винтовку со скином я буду очень рад. Может это? Да смотрите вот у некоторых есть скины в данном случае это холминский скин. Так последний у нас осталось пулеметы и специальные вооружения. Есть М249 просто вот такое побежное украшенное оружие я бы сказал. Есть также М134 вулканы у меня знаете игра начинает лагать когда из него стреляют. Давайте быстренько перейдем к этим торт граната о котором я говорил делается вот так вот заносится кидается и взрывается в принципе ничего интересного есть сердечная бомба опа прикольно есть некий лук о я могу из него целиться круто на обалдеть есть что это мункейк что это чё чё я в руках держу вообще ну-ка я тарелку какую-то держу а о смотрите это это не тарелка это тесто я пельмени заворачиваю ядовитый пулятель я их не знаю а когда будет действовать на остальных если вот допустим человека заспауним грубо говоря а ну он просто отравится и умрет понятно ладно давайте дальше перейдем далее идет довольно интересный шпионский мод называется drones дроны в этом моде представлено очень много количества разных дронов также к ним есть такие вот пульты управления но и меня не пользуюсь чаще всего просто используют для того чтобы облететь как-то карту давайте это сделаем нажимаем на кнопочку е и мы оказываемся в дроне вот он я управлять довольно легко просто пробел вверх control вниз shift разгоняться и поворачивать так же как видите у него есть гранатомет и пулемет могу из каждого из них стрелять могу даже убить себя но как бы в этом нужна особо нет давайте вылетим за пределы этого замка посмотрим что уже там хранится и если есть какие-то тайны то мы их можем рассказать вот я собственно подлетаю к воротам и тут вижу тут также есть огромное количество других дронов например даже нано-дрон он шустрый но при этом не имеет оружия собственно созданный для того чтобы за кем-то шпионить вот так он может летать и И может врезаться в разные препятствия, тем самым любые дроны так могут падать. Вот здесь у него написаны показатели, то есть скорость, наименование дрона и броня какая у него осталась. На этом наш обзор аддонов закончен. Я понимаю, что он получился довольно короткий, но я особо аддонов много не нашел, которые действительно были бы крутые и интересные. В следующий раз постараюсь выпустить видео не через год. А с вами был Валя, всем удачи, всем пока, желаю приятного дня.